Доброго утра всем! Мы проснулись в 8.30, даже в 8.40, но в 8.30 я проснулась, еще сейчас 10 минут в телефоне полазила, разбудила меня родня, позвонила мне на телефон, но я не успела взять трубку, поэтому... А вот этот мальчик тоже уже встал, он встал в 7 часов. Почему так рано? Потому что я захочусь в Лану. А, да? Да. Ясно, ну и как, Халю, все ли она вставать? Да. Доброе утро! Что там у нас? Солнышко? С тучками? Солнышко и тучки. Но все равно хорошо, гляньте, какие тучи красивые. Боже, какие они красивые! Походу, уже был дождик. А я тут сплю. Что-то так все мокро. Готовлю завтрак. Здесь пшено на молоке. Ну, вода и молоко напополам. Мне так хочется пшено с черносливом. Именно такое, как сладенькое. Поэтому варю его на молоке и в конце добавлю чернослив. Ну, по крайней мере, себе в тарелку точно, а фоне не знаю. Сейчас поварится чуть-чуть. Слушай, давно я в кастрюле не варила пшено. Оно тут так увеличилось вообще. Такая вот пшеная кашка. Сейчас деткам просто так. Она очень вкусная. Сейчас еще маслице добавлю, а себе с черносливом сделаю. Афонина каши захотел с клубникой. Слушай, вообще не понял. Говорит, это что, манка, что ли? А это что? Не манка? А вот моя кашка с черносливом и кофе. Гриш, завтрак готов. Ну, скажи, вкусная каша, Афоня? Ты же сказал, что невкусная. Афоня каш! Гриша сказал, опять каша не хочет кашу есть. Афоня сказал, невкусная каша, да? Афоника вкусная. Афоня, ты бы хорошо подумал? Может, она уже стоп... Давай, иди сюда. Афоника собрался на улицу. Что там на улице? Тепло, сынок, или холодно? Да, но я здесь на велике катаюсь. Ага, да? Да. И как она на велике? Трудненько? Нет. Что, нету? Достать тебе? Ох, Афоньке эта кепка понравилась, да? Помочь? Нет. Но есть и нет. Ну, в другом кармане, смотри. Я могу, он не буду забирать. Нету? Зая, где надо кататься? Мама, я не буду далеко, я не далеко. Хорошо. Я сейчас приду, проверю, хорошо? Сейчас Гриша оденется, выйдет к тебе. Хорошо. Я еще раз говорю, сейчас Гриша оденется и выйдет к тебе. Мам, тут, глядь, ворут карате спрашивают у чемпиона. Ну, как бы вопросы, он как бы отвечает. А, интервью, да? Да. Мы в песне не увидим. Монтирую видео вчерашнее и понимаю, как круто, как же круто монтировать видео вовремя, а не с отставанием в неделю или в две, потому что... Понимаешь хотя бы в комментариях, что тебе пишут и о чем, потому что за недельку, конечно, забывается, что было. Вот. Афоня снимал меня, да? Мама уже лопнула, а Афоня только нажал за нас. Мама, хватит спалить. Я помыла голову, накрасилась. Сейчас проверю где-то мои дети. Мы на обед решили доесть суп. У нас есть еще перловка с мясом и вот такой вот супчик, который уже стал как суп-пюре. Не кричи, пожалуйста, как холодец, да. Вот. Афонечка, он желтый? Желтый гороховый супчик. Я смотрела на вот эту форму и помню, как лазаньи такие. Да, мы сейчас будем делать сухарики. У нас остался вот хлеб, он еще хороший. Чуть белый и еще и кусочек черного. Сейчас сделаем сухарики, как раз будет к гороховому супчику. Мам, может ли я делать? Купи. Могут купить. Вот такой пистолет. Да? Да, вот такой дробаш. А, дробаш? Да. Дробовик ваш. Да, дробовик. Нет, не могу. Антошка приехал домой. В новой пижаме, да? Папа приехал, купил нам чуть-чуть сосисок. Я их поджарила на сковородке-гриле. Они теперь такие красивые. Придется нам сержу не есть суп. Гороховые одеть и все заказали перловку. Так что сейчас будем есть. Так, мы обедать. Мы с папой супчик. Я сделала тостики. Все к нам, не надо приходить, да? Это ж мама же разрешила. Мама разрешила, да. Так. Давай по-другому будем. Ну как, с вами вкусно? Антоха теперь в пижаме. Это тетя Вера ему пошила? Ну а что ты в пижаме ешь? Ты хочешь сейчас все вымазать за один и... Я аккуратно. Ну это домашняя, папа. Это как домашняя одежда. Как мама любит. Все в пижаме делать. Я все-таки решила сейчас устроить еще раз фикусом Бенджамина дождь и заодно и помыть тещин язык этот, который у нас тоже в спальне. В общем, сегодня цветам из нашей спальни сержу не будет тропический дождь. У меня тут рабочая обстановка. Готовлюсь к ужину. Сержуня достал вчера антрикотики. Три штучки. Я сейчас их замариную. Все в одной посуде. Это я так просто их разложила, чтобы посолить и поперчить. Значит, соль, перец, лук. Сейчас его помну. И еще добавлю немного вот этого томата, водички сверху, которую я вам говорила. Сейчас покажу, в общем. Вот, вот эту водичку сейчас я налью. Ну, немного, да, сюда поставлю пресс. Будет типа шашлык, но не знаю, как у нас будет время. Успеем его пожарить на костре, либо пожарим просто в духовке. Сейчас посмотрим. Ну, в общем, вот так вот замариную. Сначала постоит у меня здесь на кухне, а потом в холодильник уберу. Сейчас быстро сняла обилие. Берет вот все оно в этих градинках маленьких. Антош, Афонь, ты видел, что на улице? Да, но сейчас уже заканчивается. Ну, иди, я сейчас белье пойду развешу в комнате. Так, жарим мясо. Сижу, я сказала, не снимать. А то мы же отказались. Ты отказалась, я нет. А я тоже нет. Так что, не переживайте. Все нормально с мужем. Он получает все белки, жиры. Так это же и мясо. Это же эти, баклажаны. А это баклажаны? Да, сейчас новые с косточкой баклажаны. Это котлетки из чечевичной котлетки. Да, да, да. Особенно вот чечевица. Три большие чечевица. Да, три большие чечевица. Вот если мы жарим, знаете, это как помыть машину, да? Если помыл машину, пошел дождь, вот если мы собрались пожарить что-то на огне, то обязательно какой-нибудь катаклизм нас случится. Слово «мы» мне понравилось. Да? Да, но я первый раз за сто лет вышла. Ну да. Я же говорю, слово «мы» мне понравилось. Вы-то там жарите за окном. А мне вечно. Ой, как пахнет вкусно. Все, ждем уже мясо. Я уже все поставила в тарелочки. Афония сказала, что он не хочет есть. Соляные огурчики. Будет лук маринованный. Это тарелка для мяса. Компотик. В общем, сейчас ждем только по пулю. Я уже сделала пюрешку. Здесь она сделана на воде, на которой варилась, и совсем чуть-чуть молока. Потому что молока у нас там немного, поэтому оставила немного воды. И, в общем, я не знаю, мне кажется, мы раньше так мама всегда делала, когда не было молока. И очень все вкусно, все съедали. Поэтому, думаю, не пропадет. Папуля нам сейчас все разрежет. Мясо. Класс, а я вон там тарелочку поприготовила, где-то беленькую. А, я думала, туда купила. А, да, ты все сразу давай, круто. На, папуля тут свое блюдо. Давай тогда сюда кладем. Детки, садитесь. Ну, ты если не хочешь, можешь не есть. Гришуль, давай, иди, оденься. А ты что, спал? очень красиво это баклажаны или как это чечевичные котлетки так а ехать ты собираешься или нет так поехали чем я привезла грешку на тренировку а тут столько народу вообще машину даже поставить негде припарковались возле кафе березка дети оставили тренировка закрыта гляньте как мне нравится эта плитка в туалете в березке красивое сочетание как вам это мы же где в березке да красиво березка пока кто-то уже цветет мой как красиво гриш наша машина там зале против празднуем а пока мы тренировались папуля наш делает укрепляет сиденье это стул который мы папе подарили а у него а вон ножка да все же не сейчас делают металлическое чего-то основание потому что вот ножки треснули вот две и естественно она упала это стула теперь это все будет под низом да то есть сверху будет эта пластмасска а будет и сверху и снизу это не что мы идем сейчас спать я тут додела пряники которые надо было на завтра гриша там тернул себе спину что хотела еще сказать что завтра гриша дополненная тренировка по карате 9 в 9 а всем нужно проснуться позавтракать пижамки смотрите какие бриллианты сейчас иду умываться и спать Субтитры подогнал «Симон»